Добрый день! Недавно я купил несколько таких не очень сложных головоломок, которых у меня не было. И вот один из них, стикер мод кубика 3х3, куб лабиринт от компании Z-Cube. Это же магазин, который их продает. Ну и не только он их продает, куплено в другом каком-то. Ну такая вот коробочка, видимо одинаковая на все. А есть еще другой с такой же коробкой, а не в другой раз открываем. Инструкции нет. И получаем вот такой вот замысловатый кубик. Причем черный пластик, тут какие-то даже есть рельсы. И это не наклейки, это матовая поверхность, которая напечатана. А то есть краска. В чем особенность? А, ну понятно, все цвета имеют цвета стандартного кубика рубика. Причем даже в том же порядке. Но есть какой-то рисуночек. И этот рисунок, видимо, должен уставлять лабиринт. Откуда-то, наверное, можно начать. Не пойми откуда. И пробежаться по всем элементам. То есть везде вот дорожка продолжается. Видимо она замкнутая. И нужно сделать так, чтобы лабиринт в итоге собрался. Ну кто знаком с тикер-модами, да и с шейп-модами знает, что если нет одинаковых элементов, то невозможно собрать так, чтобы оно не собралось. То есть мы собираем по цветам, и лабиринт соберется сам. Все элементы за исключением центра. В центре нужно будет разворачивать. Перемешаем. Магнитов, конечно, нет. Вращается пока так вяло-печально. Но, возможно, со временем будет лучше. Я собирал один или два раза. Даже не смазывал. Не стал тратить на эту смазку. Просто коллекционный экземпляр, который, наверное, будет неплохо стоять на полочке. И редко-редко будет собираться. Начнем с белого центра. Ставим первый элемент и проверяем, что вот это ребро с центром совпадает. То есть дорожка продолжается. Я поставил оранжевый, а все остальные соберутся сами собой. Здесь нет продолжения, поэтому ничего не совпадает. Синий встал хорошо. Ну и остается еще зеленый. Подворачиваем к своим центрам. Видим, что зеленый с зеленым ребром правильно стоит. Оранжевый тоже. Синий нет. Красный правильно. Но только синий нужно развернуть. Делаем, как на любых стекермодах и шипмодах. Поднимаем вверх. Отводим в сторону. Поворачиваем. Но у нас не должно совпадать. Поэтому попробуем вот так. Посмотрим, правильно это или нет. Тут есть еще одно положение. Соберем сюда какое-нибудь ребро и увидим. Ну, увидим, что ребро, вот это оранжево-синий, встало не очень. А значит, надо другой стороной повернуть синий. Идем вот этой. Рисунок не должен продолжаться, но положения здесь два. Ставим опять эти элементы и видим, что рисунок пошел хорошо. С остальными сложностей, наверное, не будет. Да, тут все изначально совпало. Собираем первые два слоя. Уже пока ни на что не обращаю внимания. Я использую F2L. Можно и методом для начинающих. Видим, все красиво, хорошо. Дальше собираем OLL. Чуть коленит кубик. И собираем PLL. И если мы боковые центры проконтролировали, то верхний нет. И он может здесь как собраться, так и нет. И вот мы видим, что рисунок идет хорошо. А вот здесь идет в никуда. И вот эта дорожка тоже ни с чем не совпадает. Ну и если боковые центры всех стоят хорошо, а где у нас стоит плохо, то здесь бы могла быть только одна ситуация. Вот это я почему-то не уследил. А не уследил я потому, что сделал Юперму. А Юперму разворачивает боковые центры. Поэтому он у нас развернулся. Сделаю Юперму еще раз. Боковой центр развернулся. А здесь решу методом для начинающих. Сначала соберу ребра. Ребра соберу. Потом углы. Потому что Юпермы на стикер-модах, где ориентация центра важна, их применять нельзя. Центры развернутся. Поэтому планеты для начинающих дорешиваем. И смотрим вновь. Центр хорош. Но даже если у нас полностью исправны боковые, чего не было в прошлый раз, он все равно может стоять не так. Если мы сделаем два Теперма. Один. И второй. Центр развернется на 180 градусов. Если вы не знаете Теперм, то можно использовать другой алгоритм, который я сейчас покажу. Разворачиваем на 180. Если требуется развернуть на 90 градусов, значит что-то не в порядке с другими центрами. Потому что один центр развернуть на 90 градусов на таких головонках не должно требоваться. R-U, R'U, повторяем пять раз. Это раз. Это два. Три. Четыре. Пять. И центр развернулся обратно. И весь рисунок совпадает. Приятный на ощупь кубик. Вполне себе такой симпатичный. Он стандартного размера, видимо, 56 миллиметров. Ну и неплохо смотрится. Не сложный, как обычный стикер мод. Если у вас такого нет, то вполне продается на Алиэкспресс. Можно купить. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.